в домике вот такие полочки то ли сделал пол еще не покрасили ну вот покрасить краску купили такую рыженькую в этом углу тоже вот полочки для разных необходимых вещей это вот брудер сделали но еще свет не укрепили то но укрепим пока еще нету малышей никаких там под этим столом тоже полочки я била клеенкой стол потому что чтобы не царапать и не пачкать его он видите там какие полочки все так хорошо сделано и стол не стоит на полу а видите как ножки прибиты туда к плинтусам к стенке чтобы свободной было пол чтобы не запинаться в общем вот так выглядит стол большой будет хороший а сейчас мне надо здесь вот по низу и все везде покрыть пропиткой потом он уже это столешницу положит сейчас я буду здесь красить половина домика так на вторая половина домика выглядит вот так вот окошечко вот это брудер дальше вот здесь вот наверху столько полок сделано полок окно в окне толи сидит картошку чистит кот умывается перед ним так здесь дверь и провода висят один удлинитель вот этот черный пока еще а здесь еще вот мы не установили все прибамбасы электрические поэтому еще так в таком состоянии сегодня наверно или завтра сделаем ну а под этим столом тоже стол большой очень как-то что-то плохо видно свет свет что ли так а там тоже вот такие же полочки видите и ножки тоже сделаны туда плинтуса как бы в угол уходит и здесь также вот такой домик наш летний так ну а дальше я вам покажу что мы приобрели еще приобрели мы еще вот такой умывальник умывальник он обычный дачный умывальник называется электрический называется вихрь дачный умывальник срок службы пять лет повышенная стойкость коррозии но это мы все посмотрим самое главное здесь знаете что что можно воду подогревать бак 17 литров кран вот такой был значите здесь регулятор температуры а там сейчас мы заглянем что у нас там внутри а внутри у нас просто вот такой обогреватель как кипятильник вот так закрываем вот здесь вот этот регулятором включаем сколько нам надо здесь загорается лампочка но сейчас он не отключен но вообще мы его испробовали он работает хорошо воду греет здесь раковина из нержавейки все а там у меня стоит ведерко ведерко на банке стоит потому что сильно низко ведерко стоит но наверно придется вот сюда подкрутить какой-то патрубок как то ли говорит я не знаю правильно нет названия ну чтоб подлиньше немножко был чтобы вода не разбрызгивать хотя она и не разбрызгивается сильно но я думаю что вот ту заднюю стенку надо будет закрыть и вот сюда еще добавить знаете пол потому что там есть вот такие вот эти вот штуки видите на них можно положить досточки и тогда будет конечно намного лучше ну вот это на магнит закрывается немножко шумноватый но ничего зато водичка теплая будет придешь с огорода с работой надо будет руки помыть помоешь дальше идет окно 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 я открыла вот на такой такой веревку но это не веревка как ее назвать шнур такой толстый шнур и вот так туда наружу открывается здесь вот так а теперь надо будет почистить пол почистить я имею ввиду знаете вот поровнять его немножко потому что он шершавый такой и будем красить его красить вот такой домик соорудили строили целый год почему же плохо видно на улице солнышко так хорошо но электричество я говорю еще не провели вернее его провели но не установили коробку вот эту распределительную которая будет все включать по отдельности чтобы розетки были здесь все как положено так что почти готов я думаю мы в этом домике будем держать не только цыплят и гусят в брудере но и будем готовить пищу и еще чем-то заниматься летом потому что здесь так удобно хорошо здесь можно и отдыхать домик большой размеры вот три метра на четыре это 12 квадратных метров представляете пол везде вот так свободный сюда можно что только не можно наставить поэтому я думаю это будет такой вот наш летний вариант дома для отдыха